Дэнни Швихтенберг Начало службы в бундесфере прежде всего связано с бюрократией. Заполнять формуляры, стоять в очереди, заполнять другие формуляры и снова ждать в очереди. Теперь Дэнни солдат, как и другие его ровесники, стоящие в очереди. Я хочу приобрести этот опыт. Я сам так решил. Кто, кто больше не сможет сделать такой же выбор, будет чувствовать себя обманутым. Если бы спросили меня, то я бы высказался за отмену призыва. Этим должны заниматься люди, которые действительно этого хотят. Здесь можно научиться многому, что потом пригодится в повседневной жизни, дисциплине, уважению к старшим, например. Многие воспринимают бундесфер как школу жизни. Новобранцев приучают к ходьбе с троем. В бундесфере принято маршировать, даже если это всего лишь дорога в столовую. Первый перерыв в первый день службы. Здешнее меню пришлось Дэнни по вкусу. Выглядит аппетитно. Дальше по программе знакомство с воинскими званиями. Это только начало обучения, которое раньше длилось полтора года. Сейчас на это отводится только шесть месяцев. Многие из новоиспеченных солдат не отказались бы и от большего срока службы. Девять месяцев или год служить своей стране – это же нормально. Я бы согласился. Офицеры, такие как командующий батальоном УВЭ Цинсмастер, сами когда-то начинали рядовыми. Для профессиональных солдат они являются связующим звеном между службой в армии и обычной жизнью. Я считаю, что для нас это серьёзный стимул не дистанцироваться от процесса, а работать предельно прозрачно и добросовестно. Заправлять кровати, следить за гигиеной – всему этому тоже учат в армии. Возможно, Дэнни Швихтенберг сможет действительно рассказать своим детям о том, как его в числе последних призывников научили заправлять кровать. Те. Все ли? Те? 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 Те. Это было так, чтобы это было так.